Сразу после матча нападающий Локомотив Никита Хлынов. Никита, сумасшедшая концовка, первые впечатления, первые эмоции после этой игры с «Зенитом». Игра получилась очень сложная. Не забили очень много моментов. Должны были реализовывать и выигрывать. Мне кажется, выиграли своего соперника по всем аспектам. Только первая половина первого тайма не получилась, а так полностью переиграли. Ну и пенальти, мне кажется, там был чистейший. Надеюсь, судья пересмотрят и сделают выводы. Ну а по имени пенальти также еще споры возникли и в связи с первым голом «Зенит», когда подумали, что игра рукой была. Ну я там рядом не стоял, поэтому не могу сказать. Надо спросить у ребят. А почему именно завелись сразу после того, как пропустили, сразу реализовали момент, а вот именно до того атаки хоть и были в большом количестве, но забить не получалось? Ну мне кажется, настроились, были злые, хотели вырвать, потому что игра была наша. Просто. Удачи вам. Всебольшое. Спасибо. 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 После эмоциональнейшего матча локомотив «Зенит», главный тренер локомотива Валентина Крачков. Первые эмоции, первые впечатления по игре? Ну, действительно, нервная игра сложилась. Хотя, в принципе, мы сами в этом виноваты. Допускали огромное количество технического брака и в первом тайме мяч медленно ходил в созидании у нас. В втором чуть лучше. Но, тем не менее, мне кажется, главная проблема – это то, что организация дисциплина в фазе обороны как бы просто абсолютно не понравилась. Ну, даже удивление, будем работать над этим. Ребята обычно сразу включаются, но здесь полчаса было доминирование «Зенита». Почему так произошло, как считаете? Ну, тоже будем. Это уже как бы не первая игра. Ну, вернее, такая ситуация. Не в первом матче. Сложно сказать. Наверное, это и заслуга соперника. И мы, в принципе, как бы, ну, настраивались, наверное, на агрессивное начало. Будем разбираться. Сильно не хватало Турщева, который до того в двух матчах по два мяча забивал? Ну, у нас, как бы, хлынов боевая единица. На каждого рассчитываем. Команда не должна зависеть там от одного человека. Ни в коем случае. То есть, все работают, всем доверяем. И самое главное – ребята получают игровую практику. Не могу не спросить про судейство. Два спорных момента. Один эпизод, когда ребята посчитали, что там рука была задействована. Ну, и в завершении пенальти, как считаете, все по делу? Здесь комментариев. Спасибо, удачи. Арсений Зигангиров, игрок «Зенита» сразу после игры с «Локомотивом». Арсений, первые впечатления сразу после матча? Ну, во-первых, мы хотели выиграть. И у нас были моменты для этого, тот же пенальти. Но, к сожалению, не получилось. Много его с выхода допускали. Но такая игра была вязкая. Думаю, счет закономерен. Почему, когда удалось открыть счет, сразу же позволили сопернику сравнять, хотя вот казалось, что сейчас у «Зенита» все получится и доведут игру до победы? Там было несколько индивидуальных ошибок. Плюс на угловом не удалось разобраться. Ну, и из-за неорганизованности пропустили был. По пенальти, что скажете, это несчастный случай, просто то, что не удалось забить? Ну да, у нас Ваня Коршунов два забил перед этим. Сейчас не получилось. Надо двигаться дальше. Будем искать пенальтиста в команде. В целом, ничья – удовлетворительный результат для сегодняшней игры против «Локомотива». Мы всегда рассчитываем на победу и играем только на победу. Поэтому хотели выиграть. Но получилась ничья. Удачи вам в дальнейшем. Павел Бершов, тренер «Зенита» после игры с «Локомотивом» могли вырвать победу в результате ничья. Можно сказать, наверное, несчастный случай. Но в целом, по игре, что скажете, довольны игрой «Зенита»? Ну, двойственное впечатление. Потому что, если брать, наверное, закономерность, то результат, наверное, закономерен, что мы сыграли в ничью. Потому что игра сложилась так, что мы могли по ходу выйти, ну, мы вышли вперед и могли по ходу игры, опять же, выиграть. Но, наверное, мы не заслуживали сегодня победы. Не все у нас получилось. Вот, поэтому результат закономерен. Первые полчаса было преимущество «Зенита», но потом почему-то контроль над мячом куда-то улетучился. Почему, как считаете? Ну, во-первых, перестроился соперник. Стал играть немножко по-другому в обороне. Если у нас в первом тайме были большие зоны между их защитниками и полузащитниками, в которые мы, в принципе, мяч доставляли и пытались создать голевые моменты, то, соответственно, во втором тайме они немножко перестроились, эти зоны стали меньше. Поэтому и на принятие решения нашим футболистам было меньше времени, и от этого были ошибки, наверное, от поспешных действий. На самом деле игра получилась с большим количеством голевых моментов. Игра транслируется, мое мнение, что очень интересно будет посмотреть эту игру. Да, особенно второй тайм. И во втором тайме как раз казалось, что Локомотив счет откроет, но это сделал Зенит. Но почему после этого пошла вот именно такая перестрелка по моментам, а не сыграли немножко жестко, четко по игрокам зенитовцы? Да, да, абсолютно. Абсолютно вы правы. То есть, ну, Локомотив, понятно, почему пошел вперед. Потому что им надо было отыгрываться, к тому же у себя дома. Тут все понятно. Наша задача была как раз-таки постараться придержать мяч и не торопиться атаковать. Как раз-таки ловить их на том, что они пошли большими силами нас прессинговать. Ну, соответственно, опять же, вышли новые футболисты, которые немножко не попали, может быть, в ритм игры. Опять же, большое количество ошибок привело к голу, который забили со стандарта. После того, как мы здесь на левом фланге начинали атаку, в простой ситуации мяч потеряли, атака захлебнулась. Пошла быстрая атака, после чего заработали угловой футболисты Локомотива. И с этой угловой пропустили гол, к сожалению. Удачи вам в дальнейшем. Спасибо. Спасибо.